Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Я рада видеть вас здесь и благодарю вас за то, что нашли время посмотреть это видео. Надеюсь, вы готовы получить дозу вдохновения и новых знаний. Не забудьте нажать кнопку подписки, чтобы не пропустить ни одного из наших увлекательных видео. А мы начинаем! В дебрях австралийских просторов скрывается одна из самых захватывающих и опасных змей – мулга, известная также как Коричневый король. Она мастерски приспособилась к своей окружающей среде, обладая притягательной внешностью и страшной силой. Вспечатляющей длиной, достигающей до двух метров, Коричневый король становится неоспоримым владыкой местности. Его стройное тело покрыто блестящей, как бриллианты, чешуей, а его кожа раскрашена в палитру оттенков коричневого. Это дает змее возможность эффективно маскироваться среди природы и стать непревзойденным мастером скрытности. Но не позволяйте себе обмануться его красотой. Коричневый король обладает одним из самых смертоносных ядов среди змеиного царства. Его яд – настоящий коктейль ужаса. Смесь нейротоксинов и миотоксинов, которые парализуют жертву, нарушают дыхание и заставляют сердце замирать от страха. Даже в небольшой дозе он может превратить встречу с королем в жуткий кошмар. Нейротоксины в яде коричневого короля направлены на атаку нервной системы. Они проникают в организм и блокируют передачу нервных импульсов, вызывая паралич мышц и нарушение нормальной работы органов. Это может привести к резкому падению кровяного давления, нарушению дыхания, параличу и потере сознания. Миотоксины, содержащиеся в яде, оказывают воздействие на мышцы. Они вызывают разрушение и повреждение мускулатуры, что приводит к сильной боли и нарушению подвижности. В результате даже обычные движения становятся невыносимыми. Скорость действия яда коричневого короля может быть поразительной. После укуса могут проходить всего несколько минут до развития симптомов. Когда коричневый король почувствует угрозу, он не колеблется использовать все свои смертоносные атрибуты. Он издает устрашающее шипение, вздувает свое тело, словно надувной мешок, и готовится к имитации удара. Подобное зрелище способно остановить любого, кто осмелится вступить в битву с этим королем. Однако, не стоит забывать, что коричневый король – существо, предпочитающее покой и избегающее конфликтов. Обычно он не нападает на людей без причины. Однако, находясь в его владениях, будьте осторожны и избегайте всякого контакта. В случае укуса этой змеи, время становится настоящим противником, и немедленное обращение за медицинской помощью становится вопросом жизни и смерти. Запомните, что за красивыми и загадочными чертами коричневого короля скрывается опасный и величественный хищник. При встрече с этим безжалостным владыкой австралийских просторов, будьте бдительны и предоставьте ему свободу, чтобы он мог править своим королевством втайне и издалека. Коричневая змея является настоящим хищником и обладает впечатляющим аппетитом. Его меню состоит из различных мелких млекопитающих – птиц и ящериц, которые являются основными представителями его добычи. Коричневый король применяет свою хитрость и скрытность, чтобы охотиться на свою жертву. Он использует свой зоркий зрительный аппарат, чтобы разглядеть добычу на довольно больших расстояниях. Когда момент подходит, он наносит быстрый и точный удар, инъекцируя свой яд, который начинает парализовать жертву. Однако, даже такой опасный хищник, как коричневый король, не является безвраждебным в своей среде обитания. У него тоже есть естественные враги, которые не стесняются покушаться на этого удивительного змея. В числе его потенциальных врагов могут быть большие хищники, такие как дикие кошки, динго, а также некоторые виды ящериц и птиц-хищников. Помимо этих хищников, некоторые хозяйственные животные и человек также могут представлять угрозу для коричневого короля. Поэтому взаимодействие с людьми должно быть осмотрительным, чтобы избежать случайных столкновений. Итак, хотя коричневый король является одним из верховных хищников в своей среде обитания, он сам также подвержен угрозам со стороны других хищников и людей. Это подчеркивает уникальность и сложность его роли в природной пищевой цепи Австралии. Сезон размножения для коричневого короля обычно приходится на весну или раннее лето, когда условия становятся более благоприятными. В это время самцы начинают проявлять агрессивное поведение, конкурируя между собой за право спариваться с самками. Пары формируются, и самец использует свой язычок и феромоны для обнаружения самки и установления контакта. После успешного спаривания самка начинает процесс яйцекладки. Яйца коричневого короля могут быть отложены в разнообразных местах в зависимости от доступности и безопасности. Обычно они выбирают укромные места, такие как гнезда грызунов, подстилка, гниль или древесные щели. Самка может отложить до 30 яиц в одной кладке. После отложения яиц самка коричневого короля не заботится о них. Яйца остаются без присмотра и развиваются самостоятельно. Время, необходимое для вылупления молодых, может зависеть от температуры окружающей среды и составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. Молодые змеи, вылупившись из яиц, полностью самостоятельны и должны сразу обеспечивать себя пищей и защитой. Они начинают свою жизнь сразу взрослыми змеями и продолжают расти и развиваться. Спасибо, что присоединились ко мне в этом видео. Надеюсь, вы насладились просмотром и узнали что-то новое и интересное. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Берегите природу и всем пока!